Доброе утро. Сегодня такой хороший день оказался. Просыпаюсь с утра, выхожу на улицу, а у нас жара. Вчера был дождь, паника, а сегодня жара. Я решил позавтракать на картошку, селедку, лук. Уже выпил пиво, чай. Пару чашек, чтобы нагулять аппетит. Смотрим. Снимаю. Туристический ранок, туристический день сегодня, поэтому надо заправиться к калории. И так резко все поменялось. С одной стороны, вчера было холодно, а сегодня получается... Сегодня просто жарко. Вот реальная жара, может быть, повысок 30. Ну, не 30, а где-то 27. Где-то так. И получается, вчера я не знал, что делать уже, потому что походы в горы по два часа, это, конечно, фигня. В куртке, там, горячим чаем, чтобы не замерзнуть. Такое себе хобби. А сегодня резко жара. И я вышел, думаю, блин, что делать, идти на речку купаться или идти на гору гулять? Ну, блин, ведь при такой жаре на гору не пойдешь. Можно пойти покупаться, а вечерком пойти на гору. Короче, появились новые мысли. И так я решил по этому позавтракать. Но хороший день, хороший день. Наверное. По походе, по крайней мере. Картошку я сварил с морковкой. И это все залил маслом. Селедку я сделал себе. Фух. Так удивительно. Просто погода поменялась так резко-резко. Прямо за ночь. Вчера было холодно. Я вчера ложился спать, мне было холодно. Я спал в перштаниках. А сегодня, оп, и жара. Ну, ладно, хорошо. Немножко лето еще. Так люблю летом, так не люблю зиму. Потому что зимой скучно. И нечего делать. И темнеет рано. А летом день длинный. И теплый. С такой переменной погоды начинаю ценить хорошую погоду. Ну, хотя как хорошая погода. Сейчас сильно жарко. Вчера было сильно холодно. Но не сильно жарко. В горы идти сложновато. Потому что как одевался. Пойдешь в гору, там будет еще жарче. И что там делать? Средненькие. Погода, конечно, в этом году вообще такая творческая. Ну, пока лето. Хороший день. Можно его хорошо повести. Потому что деньки, конечно, были активные. А еще у меня заканчиваются продукты. Мне придется ехать в магазин. Наверное, завтра. Сегодня я решил уже никуда не ехать. Потому что четверг, рыбный день. Я сделал селедку себе. Немного рыбы. Чтобы глаза хорошо работали. Никуда не хочу ехать с вами. Это, конечно, очень необычно. Но устаешь от этого. Ну, резкие перемены погоды. Я сегодня решил побриться. Потому что я уже зарос. Просто такая погода. Пойти наверно. Лимоноречку, либо на гору. Либо психануть с утра на речку, а вечером на горы. Это грандиозные планы, конечно, которые могут не спыться. Потому что если я пойду на речку, то не так, что я уже пойду в горы. Но, тем не менее, уже спать не буду. Проснулся. Надо чем-то заниматься. Думаю про электрокары. Думаю, что придется покупать электрокары. в ближайшие пару лет. Джип какой-то. Ну, какой-то внедорожник. Электрософер. И вот, называют. Высокий, с полным приводом. Но обязательно, чтобы он был электромашином. Потому что бензин дорогой. И кататься не очень удобно, когда бензин дорогой. Приходится все время работать, чтобы заработать деньги, чтобы залить их в бак. Ну, типа какая-то фига. У меня просто нет бесплатного бензина. Приходится оплатить за него. Поэтому, думаю, электрокар можно прикупить. со временем. Но обязательно, чтобы был джип. Потому что легковая машина это вообще легковая машина это на любителя. Она не везде может проехать. У нее только два колеса крутятся. Ну, такое. Мне все-таки больше нравятся такие машины, у которых четыре колеса ведущие, которые высокие. Вот здесь я, наверное, сфальпы такие хотя бы. Ну, сантиметров 40. Ну, 30 где-то. Ну, хотя бы 30. А чтобы она могла ехать. Потому что смысл от машины если ты никуда со сфальпированной дороги съехать не можешь. То есть, не снимает или нет? странно, почему у меня появились мысли про электрокар. Наверное, от скуки. Ну, конечно, хочется электрокара. в перспективе я там хочу себе построить дачу. Я все сижу и думаю этой даче стоит дорого и там столько работы. Хочется дачу, а если будет дача, то на великовой машине туда ездить неудобно. Надо, чтобы дача была, там музыкальный, сауны, сауны, сауны. Ну, есть нюансы, конечно. Это плавно на лет 5, а то и 10. Давайте ровнем. Зачем мне дачу, если могу снимать просто себе домик уже готовый. Странные мысли. Не странно, а сегодня какие-то такие новые. Новая погода, новые мысли. Как-то мы ее решили, чтобы не потерять хороший день сегодняшний, провести его интересно, с пользой. То есть, сходить либо на рижку, либо в горы. Я сначала пойду к публице. Котелы с другой стороны можно сначала сходить на речку, потом сходить в горы, а вечером публиться. Потому что где-то в 9 темнеет, и все, уже нечего делать. Можно бриться, мыться. А сейчас, если пойду у горы, я все равно спотею. Если пойду на рижку, все равно потом придется мыться. Замкнутый круг. Селедочка вкусная, в принципе. Селедку покупаю норму, это норвежская. и она неплохая. Из моря. Завтра походу за продуктами в магазин. Мне придется. Стараюсь покупать продукты на целую неделю, но не получается. Дед, дня 3, надо все равно ехать. Покупать что-то в этом ушам. Есть такие продукты. Купил много картошки, которые мне не нужны. Купил хлеб, который я не ем, допустим. А вот курсы помидоры нравятся. Так покушал, думаю, может уже это лечь, какие горы. Можно просто на пляжик пойти прилечь там, где-нибудь немножко. Поснимайте видео о покупке в воде. Интересно, вода холодная или горячая будет сегодня в речке. Если бы кто-то готовил картошки, я бы, конечно, пристал, сказал, что она не вкусная, приготовленная. Но, когда сам готовишь, не надо жаловаться. Поэтому, приходится лучше готовить. А опыта готовки у меня не очень много, скажем прямо. Так. Очень мало. у меня второй нож есть. Видите, какой крутой. Ну, такой, не то чтобы крутой, но достаточно удобный. Вообще, у туриста должен быть свой нож обязательно. Хороший. Потому что нож это важно. У меня аж два ножа. Маленький, большой. Пока ножи не складные, но я и туриста, полупрофессионал. Можно сказать, вот появится палатка, появится и складный нож. Я думаю, скорее закончится отпуск, чем у меня появится палатка. Хорошо. Палатку я хочу все уже дома, но не настолько, чтобы ее покупать. Да, я знаю, что видео не очень красивое, без природы. Просто вам не видно природу, у меня это всегда видно лес. Но мне не лень настраивать камеру и плюс телефон на зарядке. То есть, теоретически, я вижу лес и природу и вас. А вы видите только меня в холодильнике и окно. А природу и видите. Ну, такая же, брат. Что ты знаешь? Если у меня было миллион подписчиков, и у меня платили за то, что я снимаю видео, я буду поднапрягся. А вот так. Какие-то личные мемуары. психологическое состояние сегодня у меня неплохое. Но я себя чувствую слегка растерянным. В принципе, всегда, когда находишься мне в доме, чувствую, что я слегка растерянным. Я хотел переехать в другую локацию. На сегодня вышло солнце и, честно говоря, мне тут хорошо. Просто, когда идет зоня дождь, вообще, так скучно, неинтересно. как раз смотрел с фирми через ноутбуки. Теперь блогера. Ушел новости. Короче, не очень комфортно проводил время. Пока лето сидеть дома не очень спокойно своей селизы. Я сварил три картошки и полу морковки. В принципе, наелся. Уже. Надо все доесть, наверное, потому что сегодня ленивый день у меня. Ну, покушал сразу стал ленивый день. Я уже не хочу не подойти ни на какую гору. А голодный желудок давит, что надо идти куда-то. Сытый желудок говорит, что расслабься, отдохни, не ослаждайся. Надо какой-то баланс, потому что просто сидеть дома сегодня не очень интересно. Там заснуть не можешь. А если погуляют по горам, то уже поинтереснее. Все равно я наелся, блядь. Хотел бы сварить две картошки, но ладно, сварю три, если что, не доем чуть-чуть. про все равно все равно controle за , все равно лучше, Здесь думает заходить. Как это такой реже пёс, потому что он сам за этим пахнет. Со своими одними. Непослушный маленький пёс. Я знаю, по крыше этот укрался. А ну кш! Фу! 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 Хур! Фу! 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 Ну вот, вось sleeve в себе немного аппетита себе валить, потому что день не простой, я так понимаю, был. Я не хочу напиваться с утра, но следите. Получилась шустрихта уже. Просто пока готовил, уже тяжело было ждать еду. Так, блок снимается. Ну хорошо, мне надо небольшая передышка, потому что я покушал, теперь надо проветриться. Проветриться, а потом буду думать, что делать дальше. Теперь надо доесть эту еду, потому что ее выбрасывать. Если я не даю еду, что с ней делать, там чуть-чуть осталось. А доесть или выбросить, потом не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Так, наверное, кушать я больше не буду, потому что мне уже день кушать. Все, ледком положим. На следующий раз. Состорон не испортится. Чуть постоит. Ой, я не знаю, наделся. Я не хорошо, но не хочу больше кушать. Так, кошка мне надоела. Надо что-то интереснее приобрести в следующий раз. Короче, наделся я. Так. Сегодня надо отдыхать, потому что день отдыха. Пойду на речку сейчас поеду, посмотрю, как там дела. Если хорошее... Опять, только что выходил, было прохладно. А сейчас опять солнце вышло. Короче, погода делает такую ситуацию очень изменичную. Что бы я сегодня хотел сделать, я думаю. А потом думаю, я уже позавтракал. Я же, в принципе, уже позавтракал. Это уже ранее. Теперь надо помыть посуду. Это тоже работа. Физический труд, так скажем. И в процессе прилегания обдумать дальнейший план на день. Главное прилечь на такой период времени, чтобы не потемнело. Иду на речку, наверное, погуляю. Потому что я с утра уже сильно много пива выпил. В общем, пиво с утра, это, конечно, не стабилизирует. Потому что... Отбивает всякое желание делать что-либо. Ну, с другой стороны. Так получается, что если наш мешок тебя не заставляет, то организм сам себя делает. Короче, уже разговариваю всякий бред. Потому что, честно говоря, а что? Ну, это мыть посуду. Это факт. Потому что посуда была чистая. Это всегда приятно, когда посуда чистая. Потому что если я с утра вышел на кухню, у меня была грязная посуда, то мне кажется, что я бы готовился на завтрак. Потому что... Бывали случаи, что я не мыю посуду, и потом я просто выкидывал посуду, а покупал новую посуду, потому что не хотелось ее мыть. Она заванивалась, конечно. Поэтому посудомоечной машины нет. Поэтому нам приходится все делать своими ручками. Ручка шай. Поэтому... До с утра у меня план, что я хочу в магазин, в магазин и купить продукты для того, чтобы их съесть. То есть мы это план на завтра. А план на сегодня... Я не знаю. Надо что-то придумать. Ну... Желательно что-то придумать такое не очень сложное, чтобы я, скажем так, сильно не перенапрягался физически. Хотя, наверное, можно пойти в горы, тогда я напереду себе часы. Можно. Я могу снять там классное видео. Там красиво. Но, есть милан. В горы. Чтобы идти, мне нужно сначала пойти на речку и там погулять. Поэтому я сейчас... Разгуляться, так сказать. Потому что прямо сейчас идти в горы, честно говоря, вообще не хочется. Но я сейчас схожу на речку, на полчасика на часик. Там посижу, посмотрю, отдохну, перейдуду. А когда вот начинаешь гулять, хочется гулять еще. Вот вчера я ходил в свитере. Спал в свитере, потому что мне холодно было. А сейчас я уже хожу в майке. Но тут в доме холодно. А получается на улице жарко. Поэтому надо сходить на речку. Там у меня есть место для медитации. Я себя соорудил такой красивенький. Я там помедитирую. И приму решение, что делать сегодня. Вот такой вот день. Рыбный день, четверг. Так что, хорошего всем дня. Пошел мне дальше по своим делам.